В этом году инженер из Бостона Колман Хорсли уже успел получить 14 свадебных приглашений. Только в августе у него запланировано три мальчишника в трех разных штатах. Для Колмана свадебные торжества друзей в этом году превратились едва ли не во вторую работу, ведь каждой вечеринке предшествует неделе подготовки. Свадьба – это гораздо больше, чем просто один праздничный день. Зачастую надо помогать молодоженам в организации свадьбы, или бывает, что на тебя вешают организацию мальчишника. Приходится контролировать, чтобы все прошло по плану. Для свадебных гостей еще одним поводом для стресса становятся и многочисленные расходы. Колман подсчитал, что свадьбы друзей и родственников в этом году обойдутся ему в более чем 10 тысяч долларов. Билеты на самолет, отели, подарки мальчишнике – «Все вместе это выливается в крупную сумму, поэтому я решил, что поеду только на 9 свадеб. Но другие 5 приглашений я ответил отказом». По данным исследовательской компании The Wedding Report, в этом году в среднем американец получит около пяти свадебных приглашений. При этом, как показывают результаты опроса сайта ZOLO, каждая поездка на свадьбу в другой штат обойдется примерно в 1300 долларов. Если такие расходы не по карману, эксперты по этикету советуют не придумывать какие-то оправдания, а по-честному и напрямую обсудить ситуацию с приглашающей стороной. «Если вас пригласил неблизкий или малознакомый человек, то достаточно просто сказать без лишних объяснений, что вы не можете прийти. Если это ваш близкий друг, лучше сказать правду, что вы уже недавно побывали на нескольких свадьбах и не можете позволить себе поехать еще на одну. Близкий человек все поймет. А вот если вы не объясните причину, это может закончиться обидами». На усталость жалуются и организаторы свадеб. Как рассказывает владелица свадебного агентства из Флориды Келли Кеннеди, в этом году она проводит 50 свадеб. Причем в своем большинстве это клиенты из других штатов. «В этом свадебном сезоне мы уже дошли до состояния изнеможения. Сейчас у нас в два раза больше мероприятий, чем в прошлом году. Мы занимаемся в основном большими церемониями, но сейчас получаем самые разные запросы. Например, в сентябре мы проводим свадьбу на 30 человек гостей, и в тот же день у нас запланирована свадьба на 170 человек. Несмотря на инфляцию и рост цен, люди готовы снова путешествовать и отмечать праздники. Мы видим, что большинство приглашенных гостей все-таки приезжают на свадьбы». Действительно, даже несмотря на финансовый стресс, большинство американцев относится к свадьбам положительно. По данным опроса ЗОЛО, более 70% опрошенных сказали, что рады возможности отправиться на свадьбу к друзьям после пандемийного затишия.